Здравствуйте, дорогие абитуриенты и их родители. Мы рады приветствовать вас на нашем дне открытых дверей в Юридическом институте РУДН. Меня зовут Луиса, я являюсь сотрудником приемной комиссии и студентка третьего курса бакалавриата Юридического института. Сегодня я проведу вам небольшую экскурсию, а также расскажу о нашем университете и познакомлюсь с нашим руководителем Юридического института Зинковским Сергеем Борисовичем. Кстати, сейчас я нахожусь на территории главного здания РУДН, или, как его еще называют студенты-преподаватели, крест, за то, что он расположен в такой форме. За мной располагаются наши общежития или, по-другому, кампусы. Там проживают наши студенты. То есть время, чтобы дойти до пар, либо на лекцию, у них занимает не более пяти минут. Пойдем за мной. В РУДН действует специальная система пропусков. Когда вы начинаете учиться, вам выдают специальные кампусные карты, которые являются вашим пропуском в университет, также проездным на надземном и подземном транспорте, а также ваши карты в Сбербанке. Сейчас мы с вами располагаемся в главном холле РУДН. Здесь у нас встречают иностранные делегации, видных гостей, да и просто друзей РУДН. За мной располагается наш зимний сад, где вы можете прийти посмотреть на рыбок, черепашек, так сказать, живой уголок в нашем университете. За зимним садом у нас располагается фудкорт, где студенты могут прийти и прикусить между парами, либо после них. На втором этаже у нас располагается наша столовая, где вы можете за 150 или 200 рублей купить себе комплексный обед, да и просто посидеть с друзьями. Пойдем дальше? Кстати, в юридическом институте у нас действует трехступенчатая система образования. Что это значит? Студенты после школы, либо после колледжа поступают в бакалавриат, либо в специалитет, затем могут поступить в магистратуру, а затем в аспирантуру. В бакалавриате студенты учатся четыре года, в специалитете пять лет. В магистратуре студенты обучаются два года, а в аспирантуре три года. Сейчас мы с вами дошли во второй холл главного корпуса. Здесь у нас проводятся различные мероприятия, которые организовывают землячество, ассоциации студентов, либо просто студенческие объединения. Именно в этом главном здании располагаются всего три факультета. Это экономический факультет, институт мировой экономики и бизнеса, и наш юридический институт. Важно отметить, что юридический институт располагается именно на втором, третьем и четвертом этажах, что дает студентам возможность не ездить между парами по Москве в целях того, чтобы попасть на лекцию, либо на семинар. То есть все студенты обучаются именно в этом здании. Это очень удобно. Пойдем дальше. Также хочу отметить, что в юридическом институте, да и вообще в РУДЭН в целом, действует балльно-рейтинговая система обучения. Что это такое? То есть на семинарах, либо на лекциях вы набираете баллы, которые в дальнейшем, когда начинается сессия, дают вам понять, выходит ли у вас автоматом оценка, либо нет. Это, кстати, очень удобно, так как если студент пропустил какую-то пару, либо не смог ответить на паре, вы можете добрать дополнительные баллы, сходив на кружок, поучаствовать в конференции, сделав какую-то творческую дополнительную работу, либо же просто сходить на доп. занятия. Кстати, это очень удобная система, и я надеюсь, что скоро во всех вузах она будет внедрена. Также хочу отметить про наши стажировки, потому что это наша фишка, так как их очень много в юридическом институте. Многие студенты РУДН ездят на стажировки ежегодно, ежесеместрово, ежемесячно, и это дает им огромные плюсы при дальнейшем трудоустройстве на работу. Хочу отметить также, что большинство стажировок у нас являются бесплатными, то есть они оплачиваются нашим институтом. Сейчас мы с вами пришли в каворкинг. Это такое небольшое место силы у наших студентов, где они могут провести время между парами, либо после них. Кстати, это наш ученый кот. Недавно, когда у нас был День студента, к нам приезжал специальный гость, замминистра науки и высшего образования. И они вместе с нашим ректором и студентами умасливали этого кота, чтобы он в дальнейшем приносил нашим студентам только отличные и хорошие оценки. Привет! Сейчас мы с вами направляемся к нашему руководителю института, Зинковскому Сергею Борисовичу. Это также наш преподаватель, который преподает очень интересно и очень классно, потому что студентам очень важно, когда преподаватели рассказывают что-то из своей практики и также приводят какие-то живые примеры, а они рассказывают только теорию. Кстати, важно отметить, что большинство преподавателей в юридическом институте являются действующими практиками. Это очень важно, потому что они рассказывают свой опыт, как они работают, живые примеры. Ну и в дальнейшем, конечно же, помогут трудоустроиться либо к себе на работу, либо в отрасли, где они работают. Итак, мы с вами уже подходим к нашему залу, зал ученого совета. Именно в этом зале проходят большие мероприятия, важные. И если бы не нынешний локдаун в мире, конечно же, вы бы сидели здесь вместе с нами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся ситуацией в мире мы вынуждены проводить наш день открытых дверей дистанционно. Но надеемся, что в апреле вы сможете его провести очно. Точнее, мы сможем его провести очно, а вы сможете прийти к нам в гости. Итак, мы уже подошли к Сергею Борисовичу. Здравствуйте, Сергей Борисович, вы по нам соскучились? Очень здравствуйте. Мы пришли. Все, придаю слово Сергею Борисовичу. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители. Ну, Луиса достаточно подробно и обстоятельно рассказала о нашем юридическом институте. Поэтому я постараюсь обратить ваше внимание, не повторяясь, естественно, на некоторые дополнительные возможности, которые получают наши студенты, обучаясь по программам юриспруденция и по программе таможенное дело. Первая из этих возможностей – это уникальная часть нашего образовательного процесса, которая позволяет нашим студентам одновременно получить два и более диплома. Что это означает? Это означает, что обучаясь по специальности юриста, либо по специальности таможенное дело, студент имеет возможность пройти курс иностранного языка, по завершению которого он сдает государственный экзамен и получает второй официальный диплом переводчика с соответствующего иностранного языка. При этом количество таких дипломов зависит исключительно от вас самих, то есть сколько языков вы захотите изучить и сдать государственный экзамен, столько языков вы можете, столько языковых программ вы можете реализовать в ходе вашего обучения в бакалавриате или специалитете нашего юридического института. Ну, со своей стороны, на своем примере, я могу вам сказать, что я осилил два только языка иностранных, и поэтому по завершению моего обучения здесь, а я учился у нас, тогда это был еще юридический факультет, а не юридический институт, по завершению обучения здесь я получил дипломы переводчика с французского языка и диплом переводчика с английского языка. Это, в общем-то, дало мне определенные конкурентные преимущества на рынке труда, когда я по завершении обучения устраивался на свои первые работы по специальности. Сейчас вам параллельно с моими словами демонстрируется презентация, и вот на этом слайде я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на следующее. Следующее. Луиса сказала вам, что у нас очень удобно расположено общежитие. По сути, студент, который живет в общежитии, практически не тратит время на перемещение между учебными аудиториями и своим домом. И на этом слайде вы видите, что действительно так, по сути, вот дальняя часть слайда – это и есть комплекс наших общежитий, достаточно просто перейти дорогу, и вы оказываетесь на территории учебных корпусов. При этом для студентов-юристов и для студентов-таможенников подавляющее большинство занятий проходит в кресте, в главном корпусе. Исключения составляют только ряд потоковых лекций, где мы задействуем лекционную аудиторию из других учебных корпусов. Ну и, кроме того, еще одно исключение – это спортивные занятия. Если вы посмотрите в левый нижний угол, то рядом с крестом вы увидите здание нашего физкультурно-оздоровительного комплекса, где студенты имеют возможность заниматься спортом, ну, в зависимости от того, что им интересно. То есть там достаточно серьезное разнообразие спортивных секций, вы можете заняться чем угодно, начиная от волейбола и заканчивая плаванием. Ну, естественно, плавание проходит в специализированном бассейне, само собой. Он не на нашей территории находится. Но, тем не менее, такую возможность заниматься в секции плавания мы нашим студентам тоже предоставляем. Ну, если вы посмотрите в целом на территорию, вы увидите, что вся территория университета спроектирована таким образом, чтобы доставить максимум удобств людям, которые обучаются в нашем высшем учебном заведении, и людям, которые здесь работают. Ну, я думаю, что когда вы у нас окажетесь и прогуляетесь по нашей территории, вы увидите, насколько здесь все логично, хорошо, красиво построено, и насколько приятно находиться практически везде, практически в любой точке этой карты. Ну, пока идет информационный материал на презентации, я хотел бы еще обратить ваше внимание, как и обещал, на некоторые дополнительные возможности, которые получают наши студенты. В первую очередь, это возможности, которые касаются того, что называется студенческая наука, а также возможности, которые в перспективе позволяют нашим выпускникам успешно трудоустроиться по завершению обучения, а некоторые наши студенты трудоустраиваются даже до завершения этого обучения, уже на четвертом курсе. Ну, давайте обо всем по порядку. Студенческая наука в юридическом институте предполагает, что у нас существует научно-студенческое общество, которое всячески стремится стимулировать наших студентов к разного рода контактам с другими вузами и к наработке того, что называется профессиональные навыки юриста. В каких формах это происходит? Ну, во-первых, мы сразу же с первых дней нахождения нового студента в стенах нашего юридического института ориентируем его на участие в студенческих научных конференциях. Для чего это делается? Ну, во-первых, это делается для того, чтобы студенты учились, нарабатывали навыки написания письменных текстов, что впоследствии, естественно, будет помогать им при написании, ну, например, правовых позиций по делу. Со студентами работают кураторы их, научные руководители. Естественно, в зависимости от тематики соответствующих научных работ студенту дается специалист именно по той теме, которая заинтересовала этого студента. Затем мы помогаем студенту при подготовке к публичному выступлению на конференции. Это, соответственно, второй базовый навык юриста, который студент может получить, обучаясь у нас. И, наконец, по завершении четырехгодичного курса обучения в бакалавриате или пятилетнего курса обучения в специалитете студент формирует собственное портфолио. Портфолио из всех его научных достижений, которые имеют определенный вес в соответствии с программой поступления в магистратуру, то есть на следующий этап обучения в нашем юридическом институте. Параллельно участвовать в такого рода научных мероприятиях мы стимулируем наших студентов к налаживанию контактов. К налаживанию контактов со студентами из других вузов. Почему? Ну, во-первых, всегда полезно перенимать чужой опыт. Особенно, когда это опыт чего-то нового, что не реализуется, например, у нас в юридическом институте. Также и мы предлагаем другим вузам какие-то наши наработки, которые, возможно, у них не реализуются на данный момент, но они ими могут вполне успешно пользоваться. То есть это, в первую очередь, обмен опытом. Кроме того, не следует забывать, что, по сути, те друзья, с которыми вы знакомитесь на этих студенческих научных конференциях, это ваши будущие коллеги. То есть, так или иначе, есть большая вероятность того, что, когда вы пойдете на работу по завершении обучения, вы с этими же людьми будете встречаться, будете налаживать уже деловые контакты. Ну и я полагаю, что это, в общем-то, будет неплохим подспорьем для вашего становления как профессионала. Ну и, наконец, я всегда стремлюсь убедить студентов в том, что участие в подобного рода мероприятиях это, по сути, первый шаг к трудоустройству на достаточно хороших условиях. Почему? Дело в том, что мы, когда организуем в стенах юридического института те же научные конференции, либо иные мероприятия, мастер-классы, мы специально приглашаем к нам представителей практиков. Это могут быть совершенно разнообразные люди, начиная от сотрудников частных организаций, то есть, например, начиная от представителей адвокатского сообщества и заканчивая представителями государственных органов. Тем самым, во-первых, мы даем нашим студентам возможность личного знакомства с такими людьми, во-вторых, мы даем нашим студентам возможность выступить перед такими людьми с результатами своих научных изысканий. И, как показывает практика последних лет, эти же люди впоследствии напрямую связываются с нашими студентами, приглашая их либо на стажировку, либо непосредственно на работу в своей организации. В целом, в том, что касается возможностей трудоустройства, мы для себя обозначили целый ряд треков, которые мы предлагаем нашим студентам для того, чтобы они могли, пойдя по одному из этих треков, прийти в конечном итоге к своему будущему рабочему месту. Ну вот первый трек я вам обозначил, второй трек очень простой. В силу аккредитационных требований к программам высшего образования мы должны иметь в нашем штате преподавателя определенное количество людей, которые одновременно являются практиками. Ну, я могу вам сказать, что юридический институт в своем штате имеет даже больше практиков, чем требуют нормативные документы. И в конечном итоге вот эти преподаватели практики, они же себе отсматривают будущих кандидатов на позиции младших юристов. Опять же, я могу привести свой собственный пример. Свою первую работу по специальности я именно таким образом и получил в адвокатуре, когда мой преподаватель гражданского и торгового права, ну вот, кстати, он здесь присутствует на этом слайде справа, Ковалев Сергей Иванович, он меня пригласил на работу к себе и, в общем-то, до сих пор мы с ним поддерживаем деловые отношения, дружеские отношения тоже поддерживаем. Вот. И, в общем-то, это очень даже неплохая возможность получить вот какой-то старт после обучения в юридическом институте. Третий трек, который мы предлагаем нашим студентам, это трек, связанный с практиками, которые студенты проходят и которые являются частью учебного процесса. Здесь студенты направляются в соответствующие места этих практик. У юридического института есть договоры и с государственными органами, и с частными организациями. И по результатам прохождения этих практик ребята могут себя зарекомендовать. И, естественно, те организации, которые предоставляют возможность прохождения практики, делают это не просто так, а тоже с той же самой целью. Отсмотреть для себя потенциальных кандидатов на будущую работу, на начало их юной карьеры, по завершении процесса обучения. Многие ребята этим пользуются. И, более того, разнообразие этих практиков. В течение четырех или, соответственно, пяти лет для специалитета студенты получают возможность практиковаться в разных сферах своей будущей профессиональной деятельности. Студенты, пробуя вот эти различные сферы профессиональной деятельности, получают возможность определиться для себя, чем бы они хотели заниматься в будущем. Потому что базовое юридическое или базовое таможенное образование – это одно, а к чему у вас лежит душа непосредственно на практике – это, соответственно, другое. Мы стараемся предоставить нашим студентам возможность заранее попробовать разные места возможной будущей работы с тем, чтобы они определились, что им ближе. Ну и еще один трек, который позволяет нашим выпускникам трудоустраиваться по завершению обучения у нас в юридическом институте – это целенаправленные запросы о предоставлении кандидатов на трудоустройство от различных организаций, которые периодически появляются у нас в юринституте. Естественно, мы централизованно доводим до сведения тех студентов, которых это может заинтересовать. Но в первую очередь четвертый курс и студенты магистратуры. Мы доводим до их сведения информацию о возможностях трудоустройства в этой организации. И ребята, соответственно, могут этим воспользоваться. Ну, в целом, почему я так останавливаюсь подробно на трудоустройстве? Потому что все-таки мы ставим перед собой несколько целей в работе с нашими студентами. Первая, самая главная цель – я всегда стараюсь начать именно с нее. Может быть, вам покажется, что это несколько такие громкие слова, но на самом деле, с моей точки зрения, это все-таки основное, что мы должны дать студентам. Мы должны помочь им сформироваться как личностям в первую очередь. И поэтому вот тому, что в советской школе называлось нравственным воспитанием, мы придаем особое значение. Мы стремимся всегда поддержать нашего студента в сложной ситуации. Мы стремимся сделать так, чтобы в течение всех лет обучения у нас в юридическом институте рядом со студентом находились старшие товарищи в лице кураторов, в лице научных руководителей, через общение с которыми студент впитывает те ценности, которые мы хотели бы в него вложить в первую очередь как в личность. Второй блок вопросов, который мы решаем при работе с нашими студентами – это, естественно, образовательный блок. То есть, конечно, мы хотим, чтобы наш студент сформировался как профессионал своего дела. И здесь вот как раз то, о чем я рассказывал чуть выше, про вот эти возможности пробовать себя в разных сферах, про возможности контактировать с различными людьми. Вот это делается именно для того, чтобы, обучаясь у нас, человек понял, чем он хочет заняться. То есть, где он чувствует, что он реализует себя по максимуму, где он чувствует, что он получит удовольствие от своей профессиональной деятельности. Ну и, соответственно, третий блок работы с нашими студентами – это как раз блок, который и связан с этой будущей профессиональной самореализацией, с будущим трудоустройством. Почему? Потому что мы не считаем, что наша обязанность как юридического института заканчивается предоставлением вам знаний. Мы считаем, что сами знания, которые мы вам даем на протяжении всех лет обучения здесь, они приобретают ценность только тогда, когда вы чувствуете себя востребованными, когда вы чувствуете, что вы не просто так потратили эти четыре года, а что вы стали заниматься тем делом, которое сделаете делом всей своей жизни. И именно для этого мы и стараемся с самого начала вашего обучения здесь как можно больше рассказать вам о практической составляющей вашей профессии, с тем, чтобы вы уже с первого курса начинали задумываться о том, куда вы дальше пойдете, чем вы дальше будете заниматься, где вы сможете самореализоваться, где вы сможете принести пользу окружающим, где вы сможете, работая, осуществляя свою практическую деятельность, получать то самое удовольствие, о котором я сказал чуть выше, и испытывать чувство удовлетворения за свою деятельность. На мой взгляд, самое важное – это через несколько лет после обучения или, может быть, еще позже, задумавшись, а туда ли я пошел, а тот ли выбор я сделал. Самое важное – это прийти к тому, что да, действительно, выбор был верный, и вы посвятили свою жизнь той профессии, которая доставляет вам радость, той профессии, которая делает вас лучше, которая позволяет вам чувствовать себя удовлетворенным. Ну вот, наверное, вкратце – это все, что я хотел предварительно сказать вам в ходе нашей сегодняшней встречи. Я постоянно нахожусь в стенах юридического института. Естественно, если вы захотите нас посетить в очном режиме, даже вне рамок дня открытых дверей, это все возможно. Вы можете сюда приехать, обратиться в дирекцию юридического института. У нас есть специально обученные люди, которые проведут вам личную экскурсию по нашему юридическому институту, расскажут о нем более подробно, ответят на все ваши вопросы. Со своей стороны я тоже, естественно, если у вас будет желание пообщаться лично, я с удовольствием организую вам такую встречу, отвечу тоже на все ваши вопросы. Более подробно могу рассказать, может быть, про что-то, что вас заинтересовало, но вам показалось, что информации я дал недостаточно. Ну и, естественно, участвуйте в переписке с нашими специалистами, потому что мы постоянно находимся на связи. Мы находимся на связи как по электронной почте, так и в социальных сетях. И, естественно, всегда будем рады видеть вас, слышать вас, общаться с вами и ждать вас здесь у нас в юридическом институте. Ну а сейчас по сценарию я должен красиво встать и медленно двигаться к выходу. Поэтому... Так, Настя, я достаточно красиво встал. Я достаточно медленно двигаюсь. Так, вот она, наша Луиса. Ну и, наверное, я передаю слово вам, Луиса. Да, спасибо, Сергей Борисович. Спасибо вам, дорогие инженеры, что пришли сегодня к нам в гости. Ждем вас в нашем университете. Если у вас какие-то остались вопросы, вы можете опять же видать их в наших социальных сетях либо написать на почту. До скорых встреч! До свидания! Счастливо!